Милая и улыбчивая 38-летняя телеведущая «Утро России» и представить не могла, что знакомство с предпринимателем, доктором юридических наук, музыкантом и певцом Игорем Вдовиным не только кардинально изменит ее жизнь, но и навлечет гнев Анастасии Волочковой. А как известно, экс-балерине свойственно поливать грязью всех, кто ей хоть чем-то насолил. А Елена Николаева не просто не угодила. Сначала она стала официальной женой Игоря Вдовина вслед за Анастасией Волочковой, на которой он, кстати, так и не женился официально. А потом и вовсе приютила у себя единственную дочь балерины Ариадну, которая сбежала от ведущей разгульный образ жизни матери. До сих пор Волочкова, которую еще в 2003 году уволили из Большого театра, не может простить этого поступка ни дочери, ни бывшему мужу и его новой супруге. Как же складывалась жизнь Николаевой до знакомств с будущим мужем? И почему сейчас она говорит, что воспитывает четверых детей? Елена появилась на свет 25 декабря 1985 года в столице УССР, Ташкенте. Там в окружении дружной семьи прошли детские годы будущей журналистки. В сложные постсоветские времена родители математики вместе с дочерью и сыном перебрались в Москву, где Лена и пошла в первый класс. Но долго она там не задержалась. Педагоги сразу поняли, что любознательную девочку, успевшую к этому времени прочитать немало книг из огромной родительской библиотеки, надо переводить на класс выше. После окончания школы девушка, мечтающая о журналистике, послушалась маму и решила поступить в более серьезный вуз – Институт нефти и газа. Во время учебы Елена начала подрабатывать моделью, а также сниматься в рекламе. Получив корочку, она осуществила давнюю мечту – дипломированного экономиста приняли на должность корреспондента газеты РБК «Дейли». Немногим позже Елена стала стажироваться на телеканале «Эксперт», а уже через полтора года ей доверили вести авторскую передачу «Новый бизнес» с Еленой Николаевой. Также обаятельная телеведущая сыграла второстепенные роли в нескольких сериалах. Всего на счету Николаевой 11 киноработ, но больше всего зрители запомнили ее в сериалах «Счастливы вместе», «Воронины» и «Попытка веры». Следующей ступенью карьеры тележурналистки был канал РБК, где она вела передачу «Деловое утро», а затем эрудированную блондинку переманили на «Россия-1». С тех пор каждый новый день для многих телезрителей начинается с улыбки Елены в передаче «Утро России». С переходом на «Россию-1» Николаева завершила актерскую карьеру, решив полностью сосредоточиться на журналистике. Свою личную жизнь Елена никогда не афишировала, но говорила, что она романтик по природе и мечтает встретить человека, с которым проживет всю жизнь. В 2017 году 33-летнюю телеведущую пригласили в Подмосковье в качестве бизнес-спикера на мероприятие для молодежи. Познакомившись там с Игорем Вдовиным, Елена сразу поняла, что ее мир перевернулся. Игорь, с которым наша героиня успела обменяться лишь несколькими фразами, предложил отвезти ее в Москву, как только она закончит мастер-класс. Однако после выполненной работы Николаева решила прогуляться по окрестностям, напрочь забыв о том, что надо возвращаться домой. Опомнившись, она увидела Вдовина в шатре. Он играл на гитаре и пел песни в компании других предпринимателей. Елена решила, что Игорь тоже забыл о своем обещании, и сама вернулась в столицу. Но через пять месяцев услышала знакомый голос в телефоне. Телеведущая, конечно, знала о личной жизни возлюбленного. Ведь в 2007 году он сыграл шикарную свадьбу с Анастасией Волочковой, которая в 2005 родила от тогда еще официально женатого Игоря, воспитывающего двоих сыновей, дочь Ариадну. Уже через год у супругов начались трения материального характера. Еще до свадьбы, которая оказалась фиктивной и была нужна балерине исключительно для пиара, Вдовин одолжил у Волочковой 3 миллиона рублей для строительства элитной недвижимости в Астрахани, но не спешил отдавать долг. Волочкова же требовала, чтобы Игорь вернул ей долг полностью, напрочь позабыв о том, что почти половину суммы фактически супруг вбухал в свадебную церемонию. Долго терпеть оскорбления и унижения предприниматель не стал, а Анастасия тут же вылила на экс-сожителя ушат грязи, выставляя себя белой и пушистой. Чтобы не давать Волочковой лишних поводов для сплетен, Николаева и Вдовин долго не афишировали свои отношения. Но после того, как в 2019 году Елена вместе с Игорем и Ариадной стала появляться на различных мероприятиях, она ощутила на себе гнев обиженной и желчной брошенки. Волочкова лезла из кожи вон, чтобы выставить бывшего фактического супруга Альфонсом. Но Николаева знала, что Игорь совсем не такой человек. В середине 2020 года возлюбленный сделал Елене предложение, подарив кольцо, которым телеведущая похвалилась на страничке в социальной сети, а уже в ноябре Николаева и Вдовин официально поженились. Вот только Елена, в отличие от Насти, не захотела устраивать пышную свадьбу, так как никогда не понимала, зачем на всю страну кричать об истинном чувстве. Более того, фотографии с церемонии бракосочетания телеведущая опубликовала только на годовщину свадьбы. Но даже это не спасло Елену от того, что Волочкова без устали называла ее «кошелкой», а для бывшего мужа выбирала слова куда крепче. Сложно даже представить, как негодовала экс-балерина, когда в конце декабря 2021 года, за четыре дня до своего 36-летия, Елена подарила любимому мужу сына Александра. Неудивительно, что 14-летняя Ариадна, устав терпеть нападки одноклассников из эксцентричной и скандальной матушки, сбежала из загородного особняка родительницы в московскую квартиру к отцу и Елене, к которой прониклась уважением еще с первого знакомства, ведь она является полной противоположностью ее непутевой матери. Волочкова тут же назвала дочь предательницей, а затем начала успокаивать себя, доказывая всем, что вдовин купил свою наследницу. Но чем больше Анастасия осыпала проклятиями экс-супруга, тем больше отворачивалась от нее дочь. Бывшая балерина лишь сокрушалась, почему Ариадна не гордится хотя бы тем, что ее мама когда-то была артисткой большого театра. Наша же героиня, несмотря на то, что довольно поздно родила первенца, засиживаться в декрете не стала и вышла на любимую работу. Однако все свободное время Николаева посвящает своей большой семье, ведь к супругам в гости часто приходят и младшие сыновья Игоря от первого брака. 38-летняя Николаева даже шутит, что она многодетная мама и счастлива от того, что четверо детей 49-летнего мужа прониклись к ней любовью. В итоге, как ни старалась экс-балерина очернить вдовина и его супругу-телеведущую, грязь к ним так и не прилипла. А вот сама Волочкова продолжает на глазах деградировать, упиваясь своей злостью. А как вы считаете, уважаемые зрители, достойного ли спутника жизни нашла себе Елена Прекрасная? Или ей нужно было пройти мимо своего счастья лишь потому, что Игоря черт попутал связаться с Волочковой? Делитесь вашим мнением в комментариях. Было интересно? Тогда подписывайтесь на канал, делайте репосты и поддержите это видео лайком. С вами была Анна и зеркало экрана.